Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Вильданова, Красноярская краевая специальная библиотека. И сегодня я рада приветствовать вас на онлайн-встрече из цикла «Спасибо, жизнь! За то, что вновь приходит день». В рамках этих встреч мы рассказываем о незрячих и слабовидящих людях, живущих в городе Красноярске и Красноярском крае. А начали мы этот цикл еще пять лет назад и совершенно не думали о том, что он будет иметь такую длинную историю. На протяжении пяти лет наши встречи проходили в Красноярской краевой специальной библиотеке. Но онлайн-встречу мы проводим первый раз и связано это, конечно же, с режимом самоизоляции. На наших встречах мы рассказываем о людях нашей Красноярской краевой организации, о том, как они своим трудом, своим талантом и просто своим желанием быть счастливыми показывают всем нам пример. У нас в гостях были достаточно интересные и очень глубокие люди. Это семья Тетериных, семья массажистов, которые на протяжении многих-многих лет не только ведут успешную трудовую медицинскую деятельность, но и построили замечательную семью, воспитывают прекрасных внуков. Прошлой осенью нашим гостем стал Александр Толстихин. Он многим известен не только как спортсмен, но еще и как замечательный речек по дереву. У нас в гостях побывала и председатель Свердловской местной организации Всероссийского общества слепых и замечательный исполнитель Людмила Дударева. Тимофей Третьяков, Сергей Мельчайков. У нас в гостях могут быть не только люди заслуженные и люди, добившиеся каких-то высоких вершин в спорте, науке, бизнесе. Но и нашим гостем может стать просто человек увлеченный, человек ищущий, человек, любящий жизнь и готовый делиться своей любовью с окружающими. Именно такой сегодня гость на нашей встрече. Встречайте Дмитрий Власевский. А раньше жили не спеша, умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в девяносто пять решил вдруг, что умирает. А, и пора уже, дети, взрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он все живет. Вот съедутся родственники, кто откуда, стоят, вздыхают, ждут. Дед лежит на лавке в чистой рубахе под образами. День, два, три, не умирает. Призовут батюшку, причастят его, соборуют. Не умирает. На четвертый день напекут блинов, оладьи, холотца наварят, чтоб справлять поминки по нем. Горилки привезут, бедра два. Не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся, томятся. Не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них. Потом, задув свечу, встает со смертного адра и говорит. Не, не будет, дива. И идет на двор колоть трава. Каждая из нас глубоко в сердце хранит любовь к своей малой родине. Это воспоминания о беззаботном детстве. О солнышке, которое в детстве почему-то всегда было самым теплым. О деревьях, которые были в детстве очень большими. Что же рассказывает о своей малой родине наш гость? Я родился в Чечнинской области, ныне Забайкальский край. Поселок Первомайский. В 81-м году в августе. Вообще мы с родителями жили по месту их работы. В поселке Новкижингинска, в Кижингинском районе Гурятии. Но в Первомайске я часто приезжал к бабушке и дедушке где-то. Потом, по обстоятельствам, даже удалось попасть в школу. Ну, об этом позже. Так, о том, хотел бы я попасть на малую родину. Да, в перспективе я усматриваю такую возможность обратиться по родным местам, встретиться с разными знакомыми людьми. Школьные годы чудесные и профессиональное обучение. Как учился Дмитрий? Какую специальность мечтал выбрать? И что в итоге у него получилось? Наш следующий вопрос. Я закончил 11 классов. Правда, получилось по обстоятельствам сменить 3 школы. В Новкижингинске, в Первомайске. И последний 11 классов заканчивал в городе Уан-Де, школа номер 52. Потом я, по обстоятельствам, я переехал к своему отцу. В поселок Лексимов, это Муйский район в Бурятии. И там учился в профессиональном училище по профессии повар-кондитер. Получил здесь специальное образование. Также заочно отучился от Урятской сельхозакадемии на профессию экономист. Но по специальности как-то не пришлось работать. Потому что без опыта строиться на улице сложно. Дмитрий родился абсолютно здоровым ребенком. Подрастал мечтающим юношей. Что же произошло? И как он потерял зрение? Об этом Дима с нами тоже поделится. Это случилось в 2009 году. То есть от самого детства до того времени у меня просто было плохое зрение. Ну, жил как обычный человек. Ходил в очках. Был в юношестве и уже в зрелом возрасте. Был рассматривал на себя очень много различных перспектив. И с работой. Даже рассматривал какие возможности, как ипотека, автокредит. Но в 2009 году случилось то, что заставило пересмотреть свою жизнь. В один из вечеров мне посвечались несколько не очень адекватных людей. И после этого я получил определенные травмы, которые способствовали критическому снижению зрения. Сначала было тяжело, сложно. Приходилось учиться всему с нуля. Но в 2013 году мне удалось попасть в Центр реабилитации слепых города Винска. В котором я проходил социальную адаптацию. Я отучился разным дисциплинам, которые там преподавали. Приобрел много знакомств. И это в дальнейшем мне помогло реабилитироваться дальше. Ну и в 2014 году я снова попал в Центр реабилитации слепых. И отучился на профессиональном обучении. В Красноярске Дима проживает всего несколько лет. А где же до этого жил Дмитрий? И какие дороги его привели в наш город? Как наш город его встретил? И как ему в нашем городе? До того, как я попал в Красноярск, я жил в Гурятии, в Северо-Байкальском районе, в селе Байкальское. Жизнь была скучная. Людей, с кем можно было общаться, как-то дружить, не было. Все было очень тяжело и сложно. Но так как я учился в Гурятии, от этого у меня появились новые друзья, хорошие. Или так, как-то в один из дней в 2017 году весной, я как-то общался с одной своей хорошей приятельницей, Дарьей, которая живет здесь. И мы тут порешили, пообщались. И потом вот в июне 2017 года я попал сюда. Лично я познакомилась с Дмитрием в стенах нашей библиотеки. О том, как он попал в библиотеку, какие встречи, какие занятия, какие мероприятия ему нравятся, об этом следующий рассказ. За время жизни здесь постепенно изучал город и дорога привела в библиотеку для цифр и соблюдения всех. Я часто посещал библиотеку. И когда при общении со штатным психологом Анастасией Сергеевной, Ада мне предложила, что можно попробовать себя, И вот я в библиотеке есть театральная студия Вектора А, преподаватель Анны Михайловны. И она мне предложила, что можно попробовать. И вот я в нихолк начал пробовать. По началу был скованный, как-то не стеснялся. Но потом, посредством долгих тренировок, соцсет Анны Михайловны очень грамотный специалист. Так вот, посредством различных тренировок я нашел свое место в искусстве. Мне нравится читать стихи, юмористические монологи. И что мне это дало? Я стал более уверенным в себе. Когда я читаю стихи, я как-то открываю себя с другой стороны. Мне очень интересно это направление. Чтение стихов, монологов очень помогает в том, чтобы не стесняться других людей, чтобы исправлять некоторые дефекты речи. Также творческая деятельность мне помогает очень в том, чтобы развивать память и улучшать деятельность мозга. Мне это очень-очень нравится. Я нашел свою сферу, свою слизю. Сегодня Дмитрий с нами абсолютно откровенен. И он делится своими мечтами, своими планами. И, возможно, кому-то эти планы покажутся абсурдными, а мечты покажутся совершенно нереальными. Но это его мечты, это его планы. И давайте все вместе пожелаем, чтобы все непременно сбылось именно так, как он хочет. Я очень разносторонний человек в плане увлечений. Как я уже выше говорил, мне самое любимое увлечение – это театр. Мне нравится слушать музыку в отличных направлениях. Очень люблю читать, готовить. Но моя самая большая слабость – это путешествие. Я был во многих городах России, от Владивостока до Москвы. Мне очень это нравится. И в дальнейшем я планирую посетить те места, где я не был. А именно Санкт-Петербург и Севастополь. Сочи. Так же у меня есть абсолютно безумные идеи. Я очень хочу попасть куда-нибудь в зарубежную страну. Самое вероятное, самое очень острое желание – я хочу попасть в Израиль, к Мертвому морю. Мои планы. Я планирую дальше развиваться в театральной деятельности при возможности участвовать в различных мероприятиях, развивать свой талант, в этом совершенствоваться. Так же мне нравится общаться с разными людьми. И что я могу сказать напоследок моё пожелание – никогда ничего не нужно бояться. Глаза боятся, а руки делают. Поэтому ничего, не бойтесь, преодолевайте свои страхи и действуйте. Идите вперёд к своей мечте. В завершение нашей встречи я хотела бы поделиться личными впечатлениями о Дмитрии. Дмитрий занимается у меня в Инклюзивном театре «Вектор А». И надо сказать, что делает он очень успешно. Он прикладывает огромное количество сил к тому, чтобы выступать перед нашими читателями и гостями библиотеки. Когда Дима пришёл ко мне, у меня были очень большие сомнения, сможет ли он выходить на сцену, сможет ли он заниматься декламацией. Ведь ни для кого не секрет, что у Димы существуют проблемы с произношением и проблемы с речью. Но Дима себя показал как упорный, целеустремлённый участник. И я очень рада, что мне пришлось работать с таким замечательным человеком, с таким ответственным участником моего театра. И результаты не заставили себя долго ждать. И первое стихотворение, которое прочёл Дмитрий, называлось «В землянке» Эдуарда Осадова. С этим стихотворением он затем и принимал участие во всевозможных конкурсах и фестивалях. Очень порадовала победа Дмитрия в конкурсе незрячих поэтов и прозаиков «Светлые строки», где он единодушно в номинации «Чтецы» был признан победителем. В марте этого года мы планировали порадовать наших зрителей новой эстрадной миниатюрой под названием «Ненужен нам белик турецкий», где Дима играет одну из главных ролей. И сегодня в завершении нашей встречи я предлагаю послушать прочтение Дмитрия. «Нам больше невозможно жить поврось, в тебе моё, во мне твоё дыхание. Той ночью я пропах тобой насквозь, а мир притих на лезвии сознания. Летело сумасшедшее такси, шофёр косился в зеркало обзора. Прости влюблённых, Боже, и спаси от взоров ошалевшего шофёра». И шелестел букет стыдливых роз Собой укрыть, пытаясь безуспешно. Глаза мои счастливые до слёз, Глаза твои сияющие нежно.